Шарик бежал за незнакомцем по лестнице, думая о своей трудной собачьей жизни. Недогадливые люди вряд ли понимают, что городским псам обязательно нужно уметь читать, иначе собака вместо мясного магазина рискует случайно забежать в какой-нибудь электрический, где её вместо лакомой подачки встретит побоями. Господин тем временем позвонил в роскошную квартиру, куда и вошёл вместе с Шариком. Пёс с любопытством озирал богатую переднюю. Девушка-прислуга Зина назвала собачьего благодетеля Филиппом Филипповичем. При ярком электрическом свете тот заметил ожог на боку у Шарика и скомандовал Зине везти собаку в смотровую. Оказавшись там, пёс понял, что его сейчас начнут лечить, испугался и рванулся наружу. Но в комнату вбежал второй мужчина, гораздо моложе первого, и сунул Шарику в нос что-то такое, отчего он потерял сознание, хотя всё же успел тяпнуть этого гражданина за ногу. Очнувшись через некоторое время, пёс увидел, что его ошпаренный бок перебинтован. Ожог больше не болел. Доктор Филипп Филиппович позвал Шарика за собой в кабинет, и собака с интересом стала наблюдать за приёмом больных. К Филиппу Филипповичу шли лечиться в основном пожилые господа и дамы. Все они говорили, что хотят восстановить у себя молодую силу любовного влечения. Шарик понял – врачебная специальность Филиппа Филипповича связана с омоложением. Но напоследок вечером к доктору пришли особые посетители – не господского, а пролетарского вида. Это были жилтоварищи – большевистские активисты, которых заселяли по всей Москве в излишние комнаты богатых квартир владельцев. Жилтоварищи уже заняли несколько комнат в соседней с Филиппом Филипповичем квартире и самозванно объявили себя домоуправлением. Его возглавил некий Швондер. Швондер и его спутники претендовали, что для Филиппа Филипповича слишком велика его семикомнатная квартира. Он обязан уплотниться, то есть отдать две комнаты пролетариату. Из разговора Шарик узнал и фамилию доктора – профессор Преображенский. Профессор вначале объяснил жилтоварищем, что в число семи комнат входит приемная, кабинет, смотровая и операционная, а потом стал кричать на них. Преображенский позвонил по телефону какому-то влиятельному чиновнику и пригрозил, что если его не оставят в покое, он прекратит оперировать высокопоставленных партийцев. Чиновник распек по телефону Швондера, и жилтоварищи с позором ретировались. Шарик следил за профессором с восхищением.